Значит, микрорайон Соня, первый бездорожный тупик, ДН-3. Фамилия моя Прикутка Небольфи Ивановна. У нас сегодня праздник, что ушли у нас на скоте. Сутя, может и мне повезет. Вы вопрос задайте. Дом 1914 года строения. Дом, кто, блядь, был. Вы видите, у вас праздник, да. Да, было. Вопрос такой. Второй. Я была на приеме у Родниной, депутата Государственной Думы, по химии, 3 октября. От нее я получила письмо о том, что мое заявление направили в администрацию химии. До сих пор ответила на. Это один вопрос. Второй вопрос, значит, я написала заявление в ТЭС, какие нужно сделать работы. Перечислила их на имя Васильевой. Начальника участника. Значит, по тому заявлению пришли представители от ТЭС, якобы сделать план. Значит, после этого я пришла с работы и просто ужасную. Было заявление написано поменять проводку, потому что в 2015 году горел. Просто был пожар. Поменять проводку в коридорах общего пользования. Где я подняла голову кверху, и на том месте, где должна была хотя бы поменяться изолента, повесили белый лист бумаги. Как вы считаете? Это раз. Во-вторых, почему ветхое жилье, которое никогда не ремонтировалось в советское время, сейчас я уже молчу, берется платежка капитальный ремонт. Это ж когда его будут ремонтировать, но капитальный ремонт сделают. И вопрос конкретно какой, больной вопрос для нашего дома. Когда будет расселяться гнилое жилье, не ветхое, а 100-летнее гнилое жилье? И хотела бы услышать на данный момент ответ сейчас. Потому что по плану на сайте мы стояли в конец 16-го года расселения. Сейчас мы уже, говорят, 21-22 год переносим. По каким причинам переносится? Я знаю, что на моем участке никогда не будет инвестора. Вопрос коня. Вопрос коня. Пожалуйста. Давайте начнем с селением этого дома. Достает ли он вообще в плане? Значит, вроде в целом, я могу доложиться, у нас в территории городского округа реализуется муниципальная программа «Жилище» 2017-2021 год. У нас до 2021 года программа действий. Ее входит в 83 дома, суммарной площадью 45 тысяч квадратных метров. Значит, 2384 жителей, если быть конкретным, под расселение. Значит, в том числе уже законтрактовано по договору развития настроенных территорий у нас на 23 тысячи 300 метров квадратных расселения. По инвесторам контрактов также уже включено 14 тысяч 456 метров. И еще 7 тысяч 951 метров, куда, собственно, возможно, попадает непосредственно ваш объект. Он будет до 2021 года полностью исполнен по обязательствам. Эта работа, она ведется на комплексное и, ну, такая ситуация. А вот почему берется платежка капитальный ремонт? Объясните мне, вы до меня не заходите. Хоть я, извините, и пожелаю женщине... Потому что у нас есть программа капитального ремонта. Дом не будет никогда ремонтироваться. Он не будет... Хорошо, как говорили. Дайте вы по порядку. У нас дом, это законтрактован. Он не признан вверхим или военным. Что нише. Он не признан. Все правильно. Да, все правильно. Все правильно. Комиссия признает. Комиссия признает. Я не признаю дома военным. Я не признаю дома. Значит, если есть такая правила, уважаемые судьбы, Если есть проблемы по вашему, или вы видите, как нам до этого говорили, падает дом, крыша на бекре, еще что-то. Вы донесите до нас, например, как вы правильно сделали это сейчас. Мы отправим комиссию, она проверит, так ли это или нет. В доме нет никаких условий, поведите в этом дом, как вы считаете. Мы отправим комиссию, так как, соответственно, дом не признан, в этом будет. Вам не признать в программе «Ветхое жилье», как не признать? Объясните мне ситуацию, как вы можете признать? Дмитрий, можно сказать? Объясните, конечно, можно объяснить. Сейчас я не могу сказать вам. Мы с вами встречались на приеме Ирины Родниной. Я слышал ваш вопрос. Ваш дом признан ветхим, он не аварийный. Только аварийные дома подлежат немедленному расселению. Ветхий дом подлежит расселению согласно в этой программе жилища. Вам это не обещали на приеме? Комиссия осматривала ваш дом, составила АК. Комиссия, это не глава городского... Какая комиссия, ее не было? Техническая комиссия. Составляется АК. В нее входят представители различных структур государственного управления, которые осматривают дом и выносят решение, аварийным он или нет. Ваш дом ветхим признан, но не аварийным. Почему я не получила от администрации ответа? Когда я писала заявление по этому... Если вы не получили ответ, и мы вам не дали в основные сроки, мы разберемся обязательно этих лиц и именем. Вы обращались к приемному государственному... Немножко другая структура, согласитесь. Нет, не знаю. Они сказали, что передали... Да, три месяца идет. Смотрите, по-другому. Принято это вопрос, господи.